Черные, серые, альбиносы и даже лысые. Крысы бывают разными, как и, впрочем, отношения к ним. В Тюмени прошла первая встреча крысоводов-любителей под названием «Гости с длинными хвостами». Кстати, там даже была кудрявая крыса. Существуют ли плойки и бегуди для хвостатых? Наталья Перминова подробнее. Детский смех при виде крысы – большая редкость. Обычно люди обходят этих животных стороной. Чтобы развеять страшные мифы о грызунах, тюменские крысоводы устроили первую в городе крысопрезентацию. Дети узнали, что дикие грызуны появились на земле больше 40 миллионов лет назад. Поэтому и чувствуют себя по-хозяйски. А вот их декоративных собратьев стали разводить лишь в средние века. В мире существует больше 60 видов крыс. Вот это так называемый сфинкс. В отличие от обычной крысы, температура тела у него намного выше. Да и кушает он намного больше. Культура крысоводства в Тюмени еще слабо развита, а самих любителей крыс чуть больше 200 человек. Существует также и фонд помощи крысам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ведь несмотря на то, что средняя продолжительность жизни декоративного грызуна и так 2-3 года, люди умудряются их выбрасывать и даже калечить. У шестилетней Вари Бородиной напротив. Дома живут две крысы. И она им посвящает стихи. Я не знаю, что они делают у меня целый день, когда меня нет. Потому что я за ними не слежу. Они едят обычный у меня крысиный корм. В честь крысиного праздника здесь же провели выставку детских рисунков на хвостатую тему. С выставками и дефиле самих крыс пока сложнее. Мы проводили в октябре выставку «Осенний шуршур». Это была пока первая в истории Тюмени выставка крыс. Потому что чаще мы со своими питомцами ездим в Екатеринбург. Там уже выставка более 10 лет проходит. Там клуб имеет такие давние традиции. А у нас клуб молодой, ему всего год. Первая выставка декоративных ларисок прошла в 1900 году в Англии. Она собрала сотни участников. Тюменский шуршур представил лишь 15 крысоводов. Но это только начало. А вот тем, кто вместо крысы хотел бы завести у себя дома кошку или собаку, потеряшки спешат на помощь. Своего хозяина очень ждут Дороша, Аскона и годовалый кот Ориньяк. Все они приучены к лотку, в меру игривы и очень воспитаны. Особенно Ориньяк. Кушает сухой корм. Он не пакостливый, абсолютно ласковый. Он вообще беспроблемный. Можно когти ему спокойно стричь, расчесывать его. Спокойный, ласковый котик. Он вообще идеальный в любой семье. Своего хозяина ждет и карликовый пинчер Чита. Собака понимает большинство команд, а выгуливать ее достаточно хотя бы раз в день. Правда, такой пинчер не подойдет семьям с маленькими детьми и другими животными. Просто Чита к ним не привыкла. Она, несмотря на свой возраст, пять лет, она очень игривая, энергичная, очень любвеобильная, нежная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова